Всем здравствуйте! Это новости Турции. В этих видео я рассказываю о новостях, текущих в Турции как в стране, что об этом самое главное думают сами жители, мнения людей, отношения здесь, это политические, социально-экономические моменты, также какая-то информация, связанная с туризмом. Так что давайте приступим. Если вам нравится подобная рубрика, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и рассылайте это видео, распространяйте в соцсетях. Я, наверное, вас уже заколебала и надоела вам с темой инфляции, цены, деньги в Турции. Ну да, что делать? Последняя свежая информация за прошедшую неделю о том, что инфляция в Турции за апрель месяц 2022 года составила уже 70%. Буквально неделю назад в прошлом выпуске новостей Турции я вам говорила о том, что инфляция 62%, даже чуть меньше 62% было, уже 70%. Если мы сейчас берем прошлый год, как статистика идет именно по инфляции, то конкретно стоимость продуктов увеличилась в два раза, где-то на 100-105%. Есть еще некоторые категории товаров, которые увеличились в цене больше, чем на 100%. Если мы сейчас берем курс валют, доллар у нас так и остается. Лира стоит примерно 14,8. Это стоимость одного доллара в лирах. Так как сейчас в России стремительно, назовем так, искусственно падает курс доллара, опускается вообще до каких-то немыслимых, назовем так, позиций, которых не было несколько лет, то курс лиры также меняется. Сейчас, на данный момент, когда я записываю вам видео, стоимость турецкой лиры в рублях примерно 4,8 рублей, ну чуть ниже 5 рублей стоит одна лира. Когда-то, давным-давно, когда я переехала в Турцию, лира стоила 23 рубля. И этот курс, замечу, что доллар, как был в Турции 14,8, так он и остается. Это меняется стоимость лиры в рублях. Курс доллара, который в России. Но этот курс сейчас здесь в Турции, он приемлем. К чему я веду? Если вы планировали приобретать недвижимость, что-то оплачивать здесь в Турции из своей страны, и вы из России, сейчас это очень выгодно сделать, вот в данный момент, пока я снимаю это видео. Здесь этот курс котируется, принимается. Во многих странах, если вы, например, делаете какие-то интернет-заказы, покупки и так далее, там очень часто, если указана в валюте цена, то расчет идет не по такому курсу, не по курсу Центробанка в России доллара. По курсу другому, гораздо выше, который официально там в другой стране. Но Турция принимает этот курс, который сейчас в России. Если вы хотели что-то приобрести, квартиру, например, или недвижимость, сейчас то время, когда, да, оплата идет все равно в валюте, в долларах и в евро недвижимость, но если вы найдете, например, вторичку какую-то и в лирах, будет цена вам в лирах, сейчас приобрести выгодно. Или если кто-то делает вывод средств через приложение «Золотая корона» или «Коронапэй», это вариант здесь вывести деньги в Турцию из России с банковской карты, перевести, то «Корона» также считает деньги по курсу, который в России находится. То есть это сейчас в Турцию получить здесь доллары, например, или лиры получить, это выгоднее, чем было когда-то, когда курс был совсем другой. Так на заметочку для россиян, которые в Турции находятся. Это фестиваль «Парад тюльпанов», это когда во всем городе, в Стамбуль, засеиваются все парки, есть знаменитые какие-то точки, я вам видео раньше об этом во влогах снимала. Каждый год у нас идет высадка этих тюльпанов. Это, короче говоря, обычно 30-е числа, 28-е где-то марта, официально открывается этот «Парад тюльпанов» и до конца апреля месяца. Там уже какие-то цветочки опали, может быть, подольше, еще в мае, первую неделю мая цветы еще постоят. В этом году, и это бывает, в принципе, в каждом году проблема подобная, но в этом она чрезвычайная. У нас сейчас совпало еще с «Парадом тюльпанов», с Пасхой и православной, с чем вас поздравляю, еще у нас «Рамадан», «Шекер Байрам». То есть это вообще самый большой религиозный, один из самых, ну, самый крупный религиозный праздник у мусульман. Закончился пост, и они в этом году наложились с Пасхой. Так вот, у нас сейчас все в Турции разъехались по праздникам, ну, сейчас они уже возвращаются, праздники закончились, но практически неделю у нас был отпуск, многие поехали отдыхать на курорт в Анталию, уже начали купаться, хотя еще вода прохладная на самом деле, ну, загорать уже можно, или там ветер где-то холодный, ну, короче, лучше, чем ничего, да. И очень много понаехало всяких арабских каких-то туристов, мусульман именно, то есть верующих, там определенная одежда есть и так далее. В интернете, сейчас в Инстаграме, именно в Стамбуле, по геолокации, что я вижу, веросятся видео, когда в парке Гюльхане, Илдиспарк и так далее, на параде тюльпанов, туристы лезут в клумбы прям залазят, топчут эти цветы, фотографируются, чтобы красиво присесть, это весь в цветах и так далее. Так вот, граждане и жители, они как бы в шоке, напрягаются, это очень сильно в соцсетях такая тема для обсуждения. Сначала была тема, типа, не поняли, кто тут понаехал, что именно так много туристов каких-то, мусульман приехали, из каких они стран, то есть у них какие-то там платья, одеяния такие, то есть это не турки, это сразу видно, да, из каких-то арабских стран приехали туристы, очень-очень много яблок, у них где упасть в центре города, вот в этот именно уикенд, как-то небережно к природе, к человеческому труду, что цветы эти высаживали, что как бы пофотографируйтесь, пожалуйста, классно, зачем в клумбу лезть, топтать все это. В общем, темы так вольные такие. Я вот честно, за почти 10 лет проживания в Стамбуле, того, чтобы вытаптывали цветы вот на этот аппарат тюльпанов, он вообще предусмотрен для красоты, тематика определенная есть, тюльпанами там ковры какие-то выстилают, композиции из цветов составляют, да, но это, естественно, для привлечения все равно туристов, людей, потока вот этого туристического, такая развлекалочка, да, чтобы и красиво было, и все, в общем, выгоднее из этого остались. Конечно же, это есть культурная и коммерческая подоплека этого мероприятия, но за все эти годы я впервые вижу обсуждение в интернете, вытоптывание этих цветов, эти фотографии с вытоптанными клумбами, сколько я была каждый год фактически, да, пока корона у нас была, у нас не было этого фестиваля, они высаживали, мы все дома сидели на карантине, но все равно, короче говоря, за все годы такой проблемы у нас не было. Про иностранцев, беженцев поговорим и так далее. И плавненько перейдем к политике, потому что политики сегодня будет много. У нас очень активно сейчас началась уже предвыборная возня, хотя до выборов еще фактически год остается, но подготовка идет со всех вообще фронтов, я хочу вообще отметить, что мое мнение, это мое мнение здесь как жителя, это не какая-то официальная информация, возможно, она где-то и есть, но я лично с ней не встречалась. Мне кажется, что в этом году, в 22-м, после экономических перемен наших, ноябрьских зимних, президент очень хорошо почистил, поменял, набрал новый штат пиарщиков, людей, работающих, хорошие, делающие социальные зондирования, замеры, работающих с публикой, и при поднесении информации, и риторика вообще правителя, она в один момент резко, очень сильно поменялась, примерно где-то в январе. Это ощущение, когда было до, например, и сейчас, как ведет себя, риторика, какая идет партии, самого президента, как будто бы, ну не прям два разных человека, но активность совсем другая стала, совсем по-другому ориентированная. И я больше скажу, она очень успешна и качественно сделана, он набрал себе точно хороших специалистов. Ну, о чем тут говорить, я уже раньше упоминала, что все возможные методы, способы используются, чтобы набирать политические очки в глазах граждан, поднимать свой рейтинг, естественно, к выборам и так далее. На данный момент на горизонте нет никакого, видимо, не планируется, преемника молодой крови или какого-то представителя нового от партии, который бы мог заменить президента, то есть будет продолжать избираться, скорее всего, Родан будет представителем от партии, все равно. Так вот, к чему я веду. Нарисовался один конкурент, очень активный и с хорошими показателями социальными, людей, которые направлены или бы хотели каких-то перемен в стране, это мэр Стамбула. И он в оппозиционной партии. И сейчас фактически, не знаю, как это правильно даже выразить, трясут всю его подноготную, докапываются до любых нюансов из прошлого, пытаются каким-то образом дискредитировать этого человека. Этого, назовем так, конкурента и оппонента. Вплоть до того, что в один момент нашелся человек, который подал иск, знаете, оскорбленного, жалобы и так далее. Нашелся обиженный. Спустя, блин, четыре фактически года нашелся человек, который обиделся. Единственное, для чего смогли так копаться, высказывание мэра, когда выборы были президентские в том году, что, в общем, короче, назовем так, глупые люди, кто выбрал опять, в общем, того же самого правителя. Типа, никаких у вас перемен не будет. И там, знаете, речь даже не суперкриминальная, оскорбляющая. На нее тогда все равно все среагировали. Но именно вот до постановки слов решили доковыряться. Сейчас подали там иск какой-то на него в суд, пытаются вывернуть это дело. На самом деле, дело-то не в том, чтобы посадить или наказатель штраф, это то, чтобы представить его в каком-либо, опорочить, на самом деле понизить его рейтинг. Вот эта некая возня, подковерная борьба с мэром Стамбула, она очень сейчас активна. Бедного мужика шерстят вдоль и поперек, пытаются в нем хоть что-то найти. А по поводу пиара и беженцев и так далее. На прошлой неделе президент выступил с огромным заявлением. И почему я говорю, что очень классно, грамотно работают его пиар-представители, работа с обществом и так далее. Кто-то конкретно профессиональный. Потому что нашел отклик на социальный запрос здесь сейчас граждан в обществе. Я вам говорила о том, что вопрос беженцев, особенно беженцев сирийских, он здесь очень острый и набирает обороты. И вся эта проблема, назовем так, которая была скрыта, она вылезла в ноябре месяца с изменением курса доллара, ценами, инфляцией. Короче говоря, проще. Турки лицом к лицу столкнулись и начали открыто говорить о том, что сирийцы занимают, беженцы назовем так, сирийцы это очень, не очень красиво, да, есть беженцы из других восточных стран приближенных, но большая масса это сирийцы, но все равно беженцы занимают рабочие места, создают криминогенную обстановку. Сейчас на данный момент в Стамбуле уже два района, это Фатих и Эсен-Юрт, но в частности Эсен-Юрт, Фатих немножко другой, но вот возьмем Эсен-Юрт, это два района, где не выдают вид на жительство, если ты снимаешь квартиру или приобретаешь в этом районе, то есть это некая табу и блок, потому что Эсен-Юрт фактически это уже статус гетто, гетто беженцев и просто народе, скажу, что это называется сирийское гетто, это неблагополучный район, несмотря на то, что там есть новые дома, застройки и ситы новые, там сама обстановка за границей вашего ситы, она неблагополучная. Есть статистические зондирования опроса о том, что турки, которые там живут, которые жили там и раньше, да, то есть эта ситуация развернулась последние 5-6 лет на самом деле. Так вот, криминогенная вот эта обстановка состоялась. Турки, которые когда-то там раньше жили, они говорят о том, что у 30% есть страх чувствовать себя небезопасно при выходе на улицу, то есть находиться, скажем так, за чертой своего дома, на своей улице, которой ты прожил там 10-20-30 лет, например, всю свою жизнь. Где-то 4% вообще считают, что их жизнь в опасности находится, когда они выходят и находятся с этими людьми, скажем так, на улице, назовем так. Почему так получается? Есть две категории беженцев, это те, которые при деньгах, я вам рассказывала про это, это уже мой район соседний с этим СН-Юртом, у нас здесь живут жилье дороже, осели беженцы, которые при деньгах с Афганистана, на Сирии, у которых было на что открыть какие-то агентства недвижимости, каргу они открывают, доставку, всякую товар и продают к себе в страну, в общем, бизнесом занимаются, при деньгах они покупают здесь жилье. В Сан-Юрте жилье было дешевле, там дешевле аренды, туда приехали те, кто жил на какие-то государственные пособия беженцев, когда Европа их там оплачивала, потом, а это крупные семьи, когда там по 5-6 детей и так далее, в общем, незащищенные слои населения, кто нуждается, они объединяются, живут, назовем так, своей некой коммунной. И также в социальных этих опросах у турок, что если это, например, конфликт с сирийцем, авария какая-то, эта машина шорхнула и так далее, за одного сирийца прибегает район 20 человек, никто не будет разбираться, кто виноват, что произошло, они будут заступаться за своего. И вот этот национальный, этнический даже вопрос сейчас очень острый. здесь и турки, вот среди вообще моих знакомых, с кем я с риэлторами общаюсь и так далее. Я сейчас много с риэлторами общаюсь, потому что большой запрос русскоговорящих ко мне по поводу приобретения жилья здесь в Турции. Так вот, никто в Сен-Юрте среди турок не планирует покупать для себя жилье. Это опасный район, криминальный, все ждут, когда история закончится, как-то решат этот вопрос. Так вот, президент очень быстро, его штат сочетал эту проблему, когда оппозиционеры, демократы заявляют, очень даже получается радикально, надо решать вопрос беженцами, надо их, назовем так, выселять, да, они должны покинуть страну, потому что у нас перенаселение уже в Стамбуле идет, их очень много, это порядка миллиона человек сейчас в Стамбуле, именно сирийцев, представляете, по документу официально оформленных, выданным им кемликом, ну, не кемликом, а кометом. А когда президентский штат очень красиво считал весь запрос социальный и что говорит оппозиция, и в более мягкой форме это перефразировали, преподнесли людям, так вот, на днях выступил президент с таким посылом, мы, Турция, на севере Сирии, в каком-то городе, обустроим дома, построим жилье, чтобы граждане из Турции вернулись обратно к себе домой. Мы создадим для вас там условия, чтобы вам захотелось туда вернуться. Я не думаю, что, честно говоря, не было запроса и точного объяснения, как будут улучшаться условия, пока был запрос на то, что мы обещаем вам, мы построим дома, чтобы вам было где жить. Я не думаю, что они будут социалкой заниматься, там, школами, магазинами, социальной жизнью, дорогами, каким-то обустройством, типа, дома вам построим, возвращайтесь к себе, потому что у нас здесь у самих уже жить негде, работы нет, денег нет, турки сами без работы остаются. Короче, освобождайте площади, назовем так, Так вот, но при опросе том же сирийцев здесь возвращаться к себе домой не хотят 80%. И сейчас турки ждут, это будет вообще козырь в рукаве при выборной кампании набрать себе очки, если решится за год этот вопрос с, как бы правильно назовем, с выселением, с решением вот этого вопроса с беженцами восточных каких-то стран. И если этот вопрос решится, турки ждут, то президент вообще просто улетит его рейтинг в космос. Это самая насущная сейчас проблема в обществе, даже не деньги, финансы или счета за свет, за газ. Вот этот вопрос именно в Стамбуле. Стамбул это самая крупная точка избирательная естественно в стране. Население очень много. И здесь оппозиционер, мэр, который тоже имеет свою силу. А он таких, конечно же, кинуть обещалок, удочек и народу закинуть как президент. Его аппарат, конечно, не может таких масштабов просилиться, вопрос решить. Он только социалочкой берет местное здесь на местах. Так вот, всем здесь интересно, все задаются вопросом, как будут выселять этих людей, как это будет происходить, как вы их заставите это сделать. Насильно же тоже это нельзя. Заманить их туда тоже, скорее всего, не получится. Они тоже знают, что там делать, как бы у себя в стране нечего, даже если вы им построите дома. Турецкие авиалинии запустили чартерные прямые перелеты из Казани в Анталию, и к концу мая они планируют еще запустить рейсы в Даламан и в Бодрум. В принципе, я думаю, эта новость уже не самая свежая. Росавиация поделили небо, туркам хорошо отрезали их планы, оставили 30%, 70% забрали на свои перелеты. И вот на данный момент, на 6 мая продаются билеты и открываются полеты аэрофлота Москва-Стамбул, Москва вроде бы еще Анталия, есть два вот этих направления, те, которые были регулярные раньше. Они собрали самолеты, которые не в лизинке, а частные свои оформленные в российской собственности, будут сами выполнять эти полеты. Так что, смотрите, билеты кому это нужно было. Полеты эти возвращаются, цены довольно-таки некатастрофически огромные, высокие. Я проверяла, например, типа Москва-Стамбул билет 6 мая стоит примерно в районе 19 тысяч рублей. И раз мы заговорили, закончим, да, президентом, который набирает предвыборные очки и хочет поднять себе рейтинг, официально уже несколько запросов было. Вот сегодня, вот на данный момент, когда я снимаю это видео, было обращение медика, назовем так, наверное, военного, медика из Азовстали в Мариуполе, который обратился напрямую к Эрдогану, потому что Мариуполе, это 300 километров от Турции, он попросил конкретной гуманитарной помощи, эвакуации раненых, которые находятся там в укреплении в бункерах Азовстали. На данный момент пока что реакции официально никакой президента не было. Посмотрим, что будет. Я внимательно слежу за подобными новостями, и я искренне надеюсь, что слова не будут расходиться с делом, потому что надо помогать людям. Если ты заявляешь, что помогаешь, делай это. Такие новости на данный момент в Турции. Буду стараться чаще их снимать, потому что они вам нравятся. Ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, если они под видео остаются открытыми. Если я видео закрываю комментарии, значит так нужно, потому что мой канал это не место, где вы оставляете свою ненависть и злобу. Это место для понимания и для диалога. И если находятся такие люди или происходят некие вбросы силами ботов, то я комментарии закрываю, потому что я не собираюсь чистить все это, сидеть, но при этом не собираюсь позволять гадить на моем канале в комментариях. Я снимаю видео не для этого. Так что прошу относиться к этому с пониманием. Если кому-то нужна моя консультация как психолога, я всегда в каждом видео в инфобоксе оставляю свою почту для связи, напишите теме письма, консультация. Если кто-то из моих знакомых или подписчиков планируете приобрести недвижимость, например, в Стамбуле, вы тоже можете обратиться. Я вам могу дать контакты нормальных, адекватных, проверенных риэлторов. Здесь турок, с кем я общаюсь, потому что эти запросы у моих знакомых увеличились, и я некоторым людям помогаю здесь найти, скажем так, доверенных, адекватных людей, которые помогают либо с документами, либо с приобретением жилья, или с кометами и так далее. Это чисто просто от меня, если кто-то нуждается, я вам информацию такую даю. В общем, спасибо за внимание, всем желаю счастья, добра, все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok